Какие ощущения самые радужные от победы? Каждый у нас в команде может забить очки, и от каждого исходит угроза. Поэтому тяжело, мне кажется, играть против такой команды, в которой все люди опасны, которые могут забить. Мы рады победе. Я перед игрой говорил, что сегодня команде победы нужны. Команда в каждой игре показывает яркие и хорошие отрезки, которые, в общем, то, что нужно. А в ряде ситуаций команде явно не хватает сил. Сегодня, в принципе, вторая половина посленно подтверждала это правило. Я надеюсь, что через 40 минут приедет в Запорожье новый игрок, который разбавит, позволит именно ту ротацию делать, которую мы хотим, которой нам не хватает на сегодняшний день. В принципе, оценивать усталость игроков, которые сыграли «Рыбалка-28», «Кантрусевич-28», «Майз-37». Оценивать их из игры в игру – это их игровая нагрузка, это их время, понятно, где-то накапливается усталость, а можно разгрузка по времени, по функциям, по защите, по нападению. Ну, естественно, как-то их оценивать можно и по ярким отрезкам, и по тем местам, в которых команда выглядит не лучшим образом. Ну, я надеюсь, что с появлением того игрока, которого не хватает, будет та картина, которую мы хотим видеть все вместе. А эти названные вами, собственно говоря, 7 игроков, они восстановятся в Кадесе? Ну, 7 плюс 1 – 8, плюс Авдеенко, плюс Дмитрович – 10. Ну, у нас арифметика же простая. Будем играть, будем биться. Сегодня Одесса, как мне сообщили только что, победила Днепр. И я думаю, что Одесса сегодня одна из команд, которые могут претендовать на место в стройке. Интересно будет посмотреть, как мы. В предсезонке мы Одессу дважды обыгрывали. В принципе, я надеюсь, что шансы предпосылки для этого есть. Но вот наше состояние, как вольется, как будет продолжать вливаться Джонсон, как вольется на его игру, эти моменты будут решающими. И, кстати, Джонсон довольный? Вы сегодня в очередь в первый раз видели этого парня. Он порой вытворяет то, чего нашей команде не хватает в этом сезоне. Он обеспечивает чужой щит. Если Хантер играет снаружи, если Донс играет больше наверху, то Джонсон, конечно, свою работу внутри выполняет. Хотя вот моменты, где-то он обязан был забить голда, показать, выполнить какое-то индивидуальное действие более яркое. Может быть, в чем-то есть у него недостатки. Я надеюсь, что он со временем адаптируется и будет прибавлять. У меня не вопрос, пожелание скорее, чтобы на пресс-конференции эфира приходили игроки, которые больше времени проводят на площадке. Вы понимаете, вот я сегодня была, ну так сказать, очередь Кондрусевича. Должен был идти Кондрусевич. Но Кондрусевич вот такое колено сейчас. Раздевалки, врачи колдуют. Времени на восстановление мало. И приняли решение, что он не придет. Поэтому не всегда получается так, как хочется. Должен был быть Жора сегодня. Вашему вниманию, пожалуйста, поделитесь впечатлениями по сегодняшнему. Я считаю, мы начали очень хорошо в защите. Как бы и получалось нападение. Не знаю, первую четверть у нас все получалось. Во второй четверти начали проигрывать и не играть в защите, я считаю. Вторую половину все боролись, старались. Если бы играли так всю игру, я думаю, провал был во второй четверти, я считаю. Очень сильный. Вы говорите, начали хорошо, а вы, наоборот, больше всего провели в первую четверти? Ну, пускай, имею в виду, первые, может, минут семь, там, не важно. Последних, там, не знаю, три-четыре минуты у нас. И потом уже вторую четверть так же. А вторую половину, я считаю, мы сыграли хорошо. Они проиграли подбор и тому подобное. Есть вопросы? Ваши резюме, поможешь? Ну, резюме какое. Если бы вы играли, было бы хорошее настроение. Было бы приятно говорить о чем-то. Сейчас проиграли игру, в принципе, опять в первой десятиминутке, в концовке первой десятиминутки. Играли вроде нормально и в защите, и в нападении, но потом из-за подбора, из-за провала пару раз не вышли на бросающих игроков и получили отрыв. Потом всю игру старались сократить, сокращали до какого-то, расстояния, там, до десяти, до восьми очей, и потом опять не получилось сегодня. А что с вашим одним из лидеров, которому более всего опасались? Ну, это лучше у него спросить. Он сыграл за последние шесть игр, шесть, семь игр. Семь игр, только одну игру со Львовом, замечательную, Куртис Минедж. А остальные все игры он провалил, поэтому будем принимать решение. Я не знаю, как оно будет дальше, но меня это не устраивает. Я с ним уже разговаривал два раза, видно, он не понимает. Несмотря на то, что он лидирует. Вы видели сегодня игру, вы можете посмотреть последние пять игр, ну, за исключением Львова. Он абсолютно не делает то, что нужно команде. Он лидер только, когда ходит и разговаривает. Он начал сезон отлично, без вопросов, был лидером команды, тянул на себе команду, но потом ему показалось, что он лидер везде и во всем, и решил больше разговаривать, чем делать на площадке. Есть вопросы? Продолжение следует...